Девчонки, всем огромный привет! Лежит передо мной куча-куча всего пакетика всяких, которыми мы будем шуршать. И мои такие вот остаточные покупочки, которые были еще заказаны, скажем так, до Нового года, до Рождества, но пришли ко мне, которые попозже не успели, они вклиниться в те покупки большие и подарки на Новый год и Рождество. И первое, что вы перед собой видите, это, конечно же, чудесная игла, прекрасная это Боярыня. Я уже открыла этот набор, это единственный из четырех наборов, который я открыла. Посмотрела материалы, схему, нитки. Нитки мне очень понравились, ну как на ощупь. Ну, хотя я не притязательно к ниткам вышью, как ими надо, какие там ПНК, по-моему, ниточки. Конва мне очень понравилась, она такая жесткая, дубовая, мне очень приятно вышивать на такой конве. И все вот эти украшательства, бисер, бусины, стразы, классные. И схема. Схема такая очень плотная, цветная, цвета символная, и она не глянцевая. Она вот конкретно матовая, что будет очень удобно зачеркивать. И еще мне понравилось то, что с одной стороны схема чисто для крестиков. Я могу прям зарисовывать прям черным маркером. А с другой стороны схема всех вот этих вот украшательств. Бус, все-все-все, что тут надо будет. Стекляр такой интересный. Вот, с перевернутой такой серединкой. Такой вот набор. В скором времени я, наверное, и начну с него. Все начинают с той восточной красавицы с манистами. А я, наверное, начну с нашей русской девушки. Как-то патриотизм во мне заиграл, что ли. Ну, в общем, вот так вот. Следующий набор. Это моя, скажем так, последняя, наверное, бабочка, которая должна была быть в моей коллекции от фирмы Dimensions. Я бабочка Ман конкретный, кто не знал. Вот. И это вот один из наборов, который мне хотелось иметь. Может быть, даже у меня будет, как вот, Сусок Волшебная Страна. Она там, у нее морская стена, зимний лес стена. А у меня, может, будет стена бабочек. Таких вот. Это не Голл коллекшн, это стандартная коллекция. Но этот вот набор мне очень нравится. Его будет интересно вышивать. Мои любимые тут сиреневые оттенки такие. Будет очень классно его вышивать. И, скажем так, из наборов Гвоздь Программа. Сейчас я остальное уберу. Это вот такая вот икона Пресвятая Дева Мария. Не надо падать. Бисер, не надо падать. Вот. Это торговая марка картины Бисером. И это вышивка рубкой сатиновой. Здесь, конечно, все отсвечивает. Но на этот набор будет отдельный обзор, потому что это что-то с чем-то здесь. Комплектация нереальная. Вообще, эта компания, она не очень дорогая, но у нее очень интересные сюжеты. И не только религиозные, но и цветы, и всякие там другие. По-моему, даже пейзажи есть. И, ну, в общем, загляните, посмотрите. Кто не знал, торговая марка картины Бисером. Но на этот конкретно набор будет отдельный обзор обязательно. И обзор, и начало работы, потому что нетерплячка. Все. Мне надо уже его вышивать. Я сегодня рано встала. Чтобы вышивать конкретно его. Так что вот так. Ну, а теперь приступим к шуршащему. Это вот я насобирала здесь себе бисер. Смотрите. Ай, какое богатство на маке от Борозьской зашиванки. То, что вот у меня красные маки. Смотрите, какой классный бисер. Посмотрите. Вообще. Зеленый всякий, разный. Интересный очень бисер. Будет, я думаю, красиво. И я буду этот набор вышивать в совместном проекте у Инессы. Вышивка плюс. Цветочный карнавал. Да, весеннее настроение и карнавал цветов у нее. Значит так. В цветочном проекте будет вышиваться маки. А в весеннем будет, круче, вышиваться другое. Здесь примерно, по-моему, около 300 грамм, 200 с чем-то грамм бисера. Вот такой вот пакетик. По-моему, мы там что-то заменяли по ключу. Ну, там было варианты, и мы выбирали, какие нам больше нравятся. Ну, в общем, вот так. А это, девочки, почти 2 килограмма бисера, который весь пойдет на вышивку. Это уже весь полностью абсолютно собранный бисер на вышивку «Утро в сосновом лесу» Шишкина от барвистой вышиванки. И здесь 3 типа бисера, ну как, 3 типа фасовки, скажем так. Первая, мы так разделили. Первая фасовка – это так, как фасует сама барвистой вышиванки. Здесь такие цвета интересные. Вообще, такая цветовая гамма, конечно, не знаю. Я зеленый цвет не люблю, но картину эту люблю. Буду вышивать своими самыми любимыми цветами. То есть, вот такие вот цвета. Это по 10 грамм фасует барвистая вышиванка. Я так поняла. Шерский бисер, пресиосы, все с номером 10 грамм. Так. Это у нас фасовка тоже пресиосы. По 5 грамм так фасует у нас черивно мыть. Посмотрите, какая цветовая гамма. Чего тут только нет. Но все такое в пределах. Даже посмотрите, какой красивый бисер. В общем, темный. А, это черный. И какие-то на спокойные. Нет никаких раздражающих глаз-тонов. Прям блестящих ворвий глаз. Все очень натуральные оттенки. Тут такой вот пакетик. И самый тяжелый пакет. Это фасовки по 50 грамм. И среди них есть очень редкий бисер, который и дороже оказался. Вот, например, вот этот вот. У него какой-то такой цвет 004640, я так понимаю. Или вот этот. Короче, неважно цвет какой. Вы поймете, наверное. Но он такой. У него как раз очень интересно. Такое ощущение, что у него какое-то металлическое напыление. Смотрите, вот этот тоже интересный. Такой вообще натуральный, без блеска. Вот этот. Очень красивый. Так приятный. Не могу. Ой. Я бы в бисерной ванне повалялась. Тоже такой же, по-моему. Много-много его надо. Все такие цвета. Вот этот классный цвет. Очень мне нравится. Я как только закончу с Лимана, я сразу начну вышивать этот проект. Кстати, Алина Рукоделия там придумала очень классный проект. Это вообще черный матовый. Прям матовый-матовый. Или он зеленый. Я через камеру не видела. Зеленый. Вот. О, чуть-чуть блестящего. Не слишком блестящего, но все-таки. Такой травяной цвет. Впрочем, Алина Рукоделия, она очень классную такую задумку озвучила. Совместный проект по ниточке, по ниточке. Это вот, что вам хочется вышивать, но вам не хочется тратить на это много времени. Или если у вас такие какие-то есть долгострои, вы можете вышивать в день по ниточке. И у вас и работа будет двигаться, и что там эту ниточку вышить. Ну, 10 минут. Ну, главное организовать себе рабочий процесс так, чтобы вы просто могли подойти, сесть, вышить ниточку, встать, пойти вышивать то, что вам очень-очень хочется. И вот, я вышью Сулеймана так. Может быть, типа, две ниточки у меня какой-то день захочется вышить, потому что черный цвет у меня не идет никак. Я на нем застряла, и я прям не могу себя заставить. Теперь у меня в других проектах, если мне попадается черный цвет, все, у меня вот в жабе там иероглифы надо было вышить. Я прям застряла на этих иероглифах. Я прям не хотела вышивать черным цветом. И, в общем, вышью я этого от Сулеймана и начну нашивать этих медведей. Так же само по ниточке, по ниточке, только бисерный. И, я думаю, ненавязчиво такая большая работа у меня вышлется, и меня это не будет напрягать. И в итоге, этот очень красивый, в итоге получится очень классный результат, потому что, ну, я хоть и начинаю, может быть, много процессов, но я их и закончу, я точно знаю. Не умру, пока не вышлю, и все, в общем, как хотите, там пускай подождут. И пусть вселенная подождет, как там в рекламе было. В общем, вот такой вот бисер, куча муча его. Вот так вот. 1,7 кг по весу. И каких там, 300 грамм на маке. В общем, короче, 2 кг бисера я притораканила домой. Ну, а на... Ну, о подготовке я, конечно, сниму уже отдельное видео и об органайзерах, и что, и как я придумала. Вот. Ну, а дальше, скорее всего, в следующем будет видеообзор на икону Девы Марии, торговой марки вышитой картины. Картины бисером. Вот. Ну, а на этом я заканчиваю. Всем удачи, ровных крестиков. И пока!